Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю приходить второй Assassin's Creed. Как вы видите, у меня на мини-карте очень-очень много целей, которых мы, соответственно, должны прикончить. Это лейтенанты, которые во Флоренции, к сожалению, мешают жить. И, как вы помните, краски в Флоренции, они почти полностью поменялись. Видите, стало всё серое, не такое яркое, в общем, не круто. Мы должны исправить эту ситуацию. Вот сейчас самый ближайший лейтенант, я его прям тут увижу. Единственное, что я поставила ещё метку. Хочу зайти к врачу и закупиться. Мне бы, мне бы, так, наполнить сумку, да. Отлично. Аж 15 у нас теперь аптечек может быть. Блин, почему мне маркер не снимается? Ладно, сейчас поставим другой маркер тогда. Застановленное воспоминание, интересно. Здесь тоже. Давайте вот на него тыкнем. Вполне возможно, что к этому... К этому лейтенанту придётся нам как-то подниматься наверх. Что, снимем этого лучника? А то мешаться будет. Я вот тоже думаю, он здесь лишний. Парень, остановись, пожалуйста, где-нибудь. Ну, неудобно. Сделай так, чтобы не было удобно тебя убить. Спасибо. Земля тебе пухом, как говорится. Приказ такой. Следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело. Однако оно очень важное. Слушайте, по-моему, вот это вот задание на Сенавале. Убить фермера, не привлекая внимания его подручных. Вот это вот жесть была. Потому что, во-первых, здесь... Ну, если это точно то, сейчас, конечно, посмотрим. Во-первых, здесь стража везде стоит. Да, это оно. В общем, от сена к сену. Ну, и, в общем, это полная жесть. Очень неприятное задание. Неприятная прям миссия. Я помню, что очень сложно мне было ее сделать сразу. И при этом, как бы, это надо сделать тихо. А тихо это делать, ну, сами понимаете. Как вы ворчите, наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени, а на самом деле. От этого сена зависит вся наша жизнь. Не, ну, я рада, что у вас от сена вся жизнь зависит. Я не против, но мне все равно придется вас убить. Которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот, что позволяет нашей экономике процедуру... А-а-а, блин. Чуть не заметили. Это кошмар. Ребят, вас тут четверо, давайте. Я вот думаю, может быть, мне прибиться к какой-нибудь группе людей. Потому что в прошлый раз я помню, что я гоняла вон по крайним вот... ...стагам сена, и это было жутко. Это было ужасно. Слушайте, а можно вот с двумя господами, наверное, ходить? Нет, с двумя не получится, да? Блин. Ну, как бы мне туда позойти? Ладно, мне нужно, чтобы кто-то туда пошел. Но люди в основном все движутся вот оттуда. Значит, по идее, мне нужно сделать какой-то заход, чтобы... ...люди как-то шли туда. Ну... Ладно, предлагаю я обойти. Попробую зайти туда с людьми. Все-таки. Это какой-то благородный вор. Ну да, благородный вор. Я весьма благородный убийца. Я не знаю, я вот при первом прохождении именно так сделать не пробовала. Может быть, это будет намного легче. Другое дело, что мне нужно его убить и при этом не привлечь внимание. А с ним ходят стражники. Поэтому я не знаю, как это выполнить, на самом деле. Без какого-то ущерба. Можно, конечно, выстрелить из пушки. Но у нас тихого, по-моему, ничего нет такого. Где у нас это? Ну да, они стреляются, конечно, болезненно. В общем, не знаю. Сейчас попробую пройтись, но, возможно, с первого раза у меня не получится. Поэтому я бы на это вот так вот не рассчитывала. Ну, допустим, мы зайдем вот здесь. Теоретически. Не-не, парень, ты меня не видишь. Ты не поднимешь шум. Блин. Да вот же, он вот прям он идет. Надо, знаете, что вот это парня вырубить. Пока еще к нам никто не подошел. И залезть в сток сена. А он будет мимо проходить, мы его убьем. Давайте вы не будете токать в сток сена. Не, ну он все равно тыкал, ребята. Я бы все равно вышла оттуда. Ладно, надо, значит, смотреть. Вот, чтобы вообще никто не шел. Ну, понятно, это где-то синхронизация. Все, 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 меня не видно. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. На него будет интересно каждый раз осматривать и протыкивать сток сена. Или нет? Ну, вроде, пока не вижу, чтобы они тыкали по сену. Совсем полегче. Ну, то есть, в принципе... Я сейчас залезаю сюда. И когда они будут проходить, я его убью. Блин, он прошел не тем путем. Это что сейчас было? Какие-то разборки просто. Любовников, знаете, кто пройдет первее к его святейшеству. Да! Блин, у него каждый раз разный путь какой-то. Да что это такое? Я, причем, не смогу сделать так, чтобы он ходил один. Я думаю. Ну, вот и что. Что мне вот с ним делать? В общем, он вполне себе в следующий раз может пройтись как надо. Какой гнилый обый наряд. Все. Еще один минус, и я пойду, пожалуй, туда. Пускай они тут разбираются и делают что-то с этим. Но у меня хотя бы будет минус один стражник. То есть плюс один какой-то шанс, что все будет нормально. Так, ребятки прям тут идут. Слушайте, походу... А, нет. Нет. Все равно, все равно. Ну, это вообще не вариант. Нет, это, конечно, прикольно, но нужно, короче, их всех более динамично вырезать потихоньку. Возможно, там подвое за раз. Возможно, им в голову прям целиться и убивать по одному. Ну, наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени, а на самом деле, от этого сена зависит... Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли простофилий и деревенщиной. А мне всегда хотелось уважение. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Мне больше всего нравится вот эта геймплейная фишка, что, понимаете, если я буду стараться скрытно убивать и просто вылезу из какой-нибудь тележки или еще чего, и просто на секундочку буквально раньше у меня произойдет убийство человека, которого надо, соответственно, прикончить. Но при этом у меня реально с секундочкой там обнаружение. То есть у меня буквально сейчас подфартило, что геймплейно не сработало сразу же обнаружение. То есть то, что я и так вылезла, и меня в любом случае перед их глазами убивают человека, то есть это в любом случае обнаружение, да? Им это не нравится. То есть нужно какие-то условия при этом выполнить, вот эту секунду выкрыть. Когда меня еще не найдут, хотя меня фактически-то нашли уже. И, ну, не знаю, не знаю. Это очень странно, я считаю это немного каким-то неоправданным старанием, чтобы сделать один килл. И это абсолютно нелогично. Вот это мне геймплейно очень не нравится. Это что такое? Неплохо. Я что, провалилась? Да? Я провалилась под текстуры. Я сидела спокойно, но теперь я уже не посижу спокойно. Теперь я провалилась и гребаные текстуры. Внимание, вопрос! Что теперь делать? Простите. Я что-нибудь с этим могу сделать? Я провалилась, но текстуры были какие-то более удачные, где я могла, в принципе, хоть что-то сделать. Но вот это вот Ubisoft, вот это вот я не понимаю. Это что-то вроде не ругайте меня за геймплей. Видите, здесь стенок нет. Здесь стенки нет. Не ругайте за геймплей, а то мы сломаем вам игру. Что мне с этим делать, расскажите? Я даже не могу никуда телепортироваться из этого места, скорее всего. Сейчас, конечно, попробую, но крайне маловероятно, что у меня что-то с этим получится. Блин, а вот что-то, что вот делать. Давайте попробуем привлечь стражу. Где-то у меня был пистолет. Ага. Ага. А как его управлять-то? Нифига. А вот этим я смогу воспользоваться. Убейте меня. Убейте меня, пожалуйста. О, давайте еще. Еще. Еще, давай. Давай, почти. Почти, почти, почти. Давайте еще раз, ребята, еще раз. Быстрее, скотина. Быстрее, давайте сюда. Я здесь. Я здесь. Ой. Да... Да убей меня. Да что ты, зараза. Убей меня, говорю. Давай, еще один удар, красавец. Не упустите его. Есть. Есть. Вот, 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 вот. Ладно, у меня нет никаких претензий к... Ассасенс Криду и так далее. Это прикольная серия. Просто, ну блин, ну почему... Почему... Почему все должно происходить именно так? Ладно, допустим. Есть ли здесь где-то куртизанки или кто-нибудь еще? Потому что там стоит какая-то штука. Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнут. Прочи, бродяга. Стража. Для вас, дорогие... Кстати, кому было интересно, истину я почти собрала. Там, по-моему, буквально пять штук или осталось что-то такое. Нужно в Венецию прочесать хорошенько. Я думаю, что когда будет последний выпуск по Ассасенс Криду выходить, и мы быстренько прям поистине пробежимся, потому что гайдов, в принципе, очень много в интернете, как это сделать. И, ну, делать полноценный гайд, это нужно было изначально заморачиваться и делать эти все вещи как гайд. Так как это частично будет вырезано из прохождения и так далее. В общем, прям кусочками. И мы просто посмотрим этот видеоролик. Думаю, этого хватит. А, еще один соперник. Отлично. Сэмонеролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто бы замнить себя героем, и она чудесно сработала. Интаминчамо. Карьера убить капитана стражи. Ну, и здесь хотя бы не нужно выполнять стелс-миссии. Вообще, по-моему, это не очень приятная была миссия. Оп. Так, мне нужен меч. Давайте. Минус. Давай-давай-давай-давай. Без проблем. Я со всеми смогу справиться. У вас просто никакущий искусственный интеллект. Парень не очень удачно там спускался с лестницы. Если вы видели. Если вы видели. Если вы видели. Это сейчас мужик говорит про комплексы, который сам стоит и вниз не может спуститься, чтобы ему лицо начистили. Ну, конечно. Парень не пройдет. Парень не пройдет. Парень не пройдет. Не пробежали. Парень не пройдет. Атакую. Твое последнее слово? Парень не пройдет. Давайте чуть поменьше вас сделаем. Да хватит уже, я хочу уже атаковать свою цель. Вученики настолько классные, что они своих же протыкают. Да отстань от меня. Не мешайте. Все. Я в самом деле был таким. Гордым, жестоким. Нет. Тебя околдовал Саванарола. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Ну что? Это у нас задание закрыто. Мы в принципе можем сохранить жизнь вот этим бедолагам, которые просто не на тех работают. Скажем так, да? Но за это не будем особо на них ругаться. Поэтому просто уходим из того места куда-нибудь. Кто научил тебя так двигаться? Я очень надеюсь, единственное, что я сейчас найду какой-нибудь сток сена, потому что оно как-то неприкольно, знаете. Ну вот прям неприкольно сейчас. А, ну в принципе, даже и без стока сена обошлось. Я спрыгнула сюда и, видимо, за мной здесь уже никто не мог последовать. Два из девяти лейтенантов это, в принципе, неплохой результат. Но нужно бы еще хотя бы одного успеть. Надеюсь, что он будет не такой уж и сложный. В отличие от первого, например. Ну он не сложный был, но механика была противная. То есть, ну, вот сами посудите. Еще раз объясню. Вы выползаете из какого-то укрытия прямо перед лицом врага. Враг вас видит. То есть фактически вы уже обнаружены. Правильно? Ну, очевидно. Это только благодаря громеху вы можете быть какое-то время не обнаружены. Фактически вас уже видят. И вы представляете опасность. Но вот эта вот секунда до обнаружения фактического в игре и тем, что вы можете убить, она какая-то вообще глупая. То, что я точно так же, как и в первый раз, просто буквально, наверное, на секундочку затормозила. Выскочила сразу же и убила его. На глазах у всех. То есть, меня должно было фактически десинхронизировать. То есть, по сути, задание строится на том, чтобы убить Столсова, этого человека и уйти. Но, по факту, это не так. Точечное вмешательство. Незаметно убить врача. Здесь, я думаю, справлюсь лучше. Хотя, конечно, нас тут видят все. Вот и думаю, как лучше пойти. Можно, конечно, кого-нибудь с улицы привлечь, но я особо людей не вижу. Видите, прям сразу же пропадают люди. Давайте мы сюда зайдем. Поддерживать мечи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять сово народу. Мне нужно пойти слева. Как-то. Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. Теперь сюда. Очень аккуратно. А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе. Чревоугодий, похоти, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. И все. Нас уже никто не видит. И как было не отвернуться, устыдившись за свои поступки? Вот почему вы страдаете душой и телом. Это кара за грехи. Сейчас этот парень перейдет. Но не бойтесь. Если вы жаждете исцеления... И все. Ты пролил... Кровь целителя. Нет. Я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися... Между этим миром и иным. Похоже, она скружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Но уже вот больше похоже на правду, что я как-то подкралась незаметно. И за спинами. То есть, в принципе, меня, может быть, видели как подозрительную личность. Но при этом все равно это было плюс-минус скрыто. То, что было в первой миссии, ну это такое себе. Не перестану никогда этому удивляться. И, наверное... За это не стоит хвалить игромех Ассасинс Крейда. С другой стороны, благо таких вот идиотских миссий минимальное количество. Еще одно место освободилось. И я так понимаю, у нас уже три из девяти лейтенантов, да? Так, да, это завершено. Синхронизация. Да, трое из девяти лейтенантов. Прям прекрасно. Даже прогресс получше, чем когда я самостоятельно раньше проходила эту игру. Потому что на первом убийстве я туда зависла надолго. И у меня от него горело просто безумно. Но сейчас мне реально повезло, что я прошла его достаточно быстро. Что ж, я думаю, увидимся с вами в следующем выпуске. Пройдем, наверное, еще точно тройку, четверку, может, пятерку лейтенантов, если они не будут достаточно долгие. И, в общем, встретимся. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если понравилось. Всем пока-пока и до встречи. Продолжение следует...